Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иисуса Новина. И сегодня мы будем читать 23 главу этой книги. Здесь содержится прощальная речь Иисуса Новина. Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им, «Я состарился, вошел в преклонные лета». «Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш, предлицом вашим, со всеми семи народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас». Иисус Навин, который мог себе приписать заслугу освобождения этой земли, Он приписывает ее только Господу Богу. «Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленом вашим все народы, которые я истребил от Иордана до Великого моря на запад Солнца». Великое море – это Средиземное море. «Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их, и царей их от лица вашего». Цари упоминаются не потому, что они цари, они были жрецами, колдунами, волшебниками, магами, участвовали в человеческих жертвоприношениях и так далее. «И истребит их пред вами, чтобы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш». То есть землю поделили, но пока целиком не освободили. «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге Закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево». То есть очень важно исполнять Слово Божие без всякого уклонения направо или налево. Что значит «направо» или «налево»? Как бы слова лишены смысла. На самом деле это не так. Уклонение направо – это чрезмерно мягкое отношение к себе и другим. А уклонение налево – это чрезмерно строгое отношение к себе и другим. Потому что в понимании евреев древности справа от нас ангел, который нас оберегает, а слева шитим по-еврейски бесенок, который нас хочет как-то погубить, сбить с истинного пути. Поэтому мы не должны быть слишком мягкие, слишком расслабленные только потому, что у нас есть ангел. И мы не должны быть слишком строгими, чрезмерно. Тогда мы превратимся в такого бесенка, который всех обвиняет, на всех наговаривает и клевещет. А дьяволе в Библии прямо сказано, что он клевещет Богу на святых. Ну, чтобы проще понять, справа – это адвокат, слева – прокурор. И суд, как говорится, не без милости. Поэтому это не просто игра слов. А здесь есть свой смысл в этих словах. Седьмой стих. На самом деле, он здесь показывает, а с чего начинается идолопоклонство и к чему оно приводит. Оно начинается с того, что человек начинает много общаться с идолопоклонниками. Далее. А он вспоминает имена их богов. Может проявлять любопытство, у них расспрашивать. Начинает в общении с ними клясться их богами. Но имена вот этих богов – это имена демонов, которые скрываются в этих богах. А эти имена обладают какой-то мантрической силой. То есть человек, когда называет это имя, почему Библия запрещает, он вольно или нет, как бы призывает этого демона. И не служите им, то есть никаких приношений, и не поклоняйтесь им. Тут показан генезис, происхождение идолопоклонства именно в еврейской среде, с чего это может начаться и к чему привести. И предлагается в противоположность этому, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа, Бога вашего. А любовь в библейском понимании – это стремление исполнять волю объекта любви. По отношению к Богу это стремление исполнять его закон. Как и сказано в Писании, любящий Господа исполнить заповеди. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народа всех, которые остались между вами, то есть как какие-то тернии, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то есть своих сыновей женить на их дочерях, своих дочерей отдавать замуж за их сыновей, то знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлёю и сетью, бичом для рёбер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. То есть, получив в наследие сию землю святую, они должны были сами оказаться достойными пребывания на ней. И те изгнания, которые претерпевали иудеи из святой земли, это было связано с процессом их ассимиляции, когда они начинали растворяться в языческих культурах, в языческих народах. Далее, 14 стих. «Вот я ныне отхожу в путь всей земли». Вот эти слова. «Вот я ныне отхожу в путь всей земли», перед смертью произнесёт и царь Давид, подражая Иисусу на вино. «Вот я ныне отхожу в путь всей земли». То есть, он показывает, что в смерти нет ничего необычного. Это путь всей земли. Каждого человека, который рождается в этот мир, проживает какой-то определённый период времени, потом умирает. Единственное поколение людей, которые совсем не умрут, это те, которые доживут до Второго пришествия. Они не умрут, но они, правда, изменятся. «Вот я ныне отхожу в путь всей земли». Это слова утешения для них и для себя. «А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашою, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Всё сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполненным». То есть, то, как Господь для нашего поколения планировал, так это и произошло. «Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». «Доброе слово» – это слова благословения, которые произносили с горы Горизим, с горы благословения. А злое слово, которое тоже может исполниться, это слова проклятия, которые звучали с горы Геваль. Гора проклятия. Об этом мы читали более подробно в книге «Второзаконие». Там даются те тексты, которые произносились. «Если вы приступите к завету Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень и скоро погибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь». Надо сказать, что вот эти прощальные слова, они совпадают. Последнюю речь в 31 главе книги «Второзаконие» прощальную речь произносил Моисей. Также «Прощание Самуила» есть первое царство, 12 глава, «Завещание Давида», прощальная речь Давида есть в Библии, это «Третье царей», вторая глава, с первого по девятый стих, или есть последние прощальные слова «Матафия», 1 Маковеев, 2 глава, 49 по 68 стих. Мы видим, что Иисус Навин, человек, который исполнил свое предназначение, он не испытывает страха, паники, ужаса, он воспринимает все, что происходит с ним, чем-то более чем естественное. Он человек, который был в руках Бога, и таким он и останется в нашей памяти. Итак, сегодня мы окончили чтение 23 главы книги Иисуса Навина, и в следующий раз будем живы, Господь позволит, мы будем читать 24 главу этой книги, это последняя глава в книге Иисуса Навина. Спаси вас, Господь, и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok